Жители многоквартирного дома в Нефтьюганске всерьез обеспокоены проведением капитального ремонта. Интересуются, будут ли выполнять работу по утеплению их дома. Если нет, то как этого можно добиться? Подробности в материале наших коллег. Ремонт фасада, подвала, крыши, систем водоотведения и теплоснабжения. Вот список тех работ, которые по графику должны сделать до конца ноября. Однако у самих жителей другие приоритеты. Каждый год с наступлением холодов они сталкиваются с плесенью и обледенением угловых комнат. И бороться с этим приходится всеми доступными средствами. Поэтому утепление просто-напросто необходимо. Вот это окно под оконником, там грибок, плесень. Я его закрашиваю краской, чтобы он как с клизки начинается. И вот, ну что я могу говорить, угол у нас вот как промерзал вот этот угловой, так он и промерзает. Там даже вот у нас обои отваливаются, они даже не приклеиваются. Ремонт проходит по программе Югорского фонда капитального ремонта. Перечень работ формируется на каждые три года и реализуется в пределах этих сроков. Если какие-то запланированные работы не устраивают жителей, то их можно заменить посредством общего голосования. Ну а заботиться этим нужно заранее, за два года до ремонта. Когда пришли рабочие, уже ничего не изменить. Если какие-то работы не вошли в список обязательных, но необходимы, жильцы могут обратиться в Югорский фонд дополнительно, предварительно уточнив сумму накопленных взносов. Если их хватает, вынести вопрос на общее среди жильцов голосования и направить составленный документ в Югорский фонд. При необходимости они должны принять решение о дополнительном финансировании данных работ. То есть это может быть как кредит в банке, как какая-то спонсорская поддержка, так и увеличение персонального для этого дома взносов на капитальный ремонт. У жильцов этого многоквартирника вопросы вызывает и график работ. По их словам, относительно недавно начался ремонт в соседнем доме. И он продвигается семимильными шагами, когда с 27-м картина абсолютно другая. Также, по словам нефтьюганцев, рабочие не соблюдают закон о тишине. Они что хотят, то и делают. Получается так. Сегодня пришел на работу, завтра не пришел на работу. Получается у нас так. И при этом еще нарушают шумовой режим и работу в том плане, что они ничего не успевают. Вот если должен быть перерыв, они работают. И у них ответ – мы не успеваем. А то, что есть дети маленькие и в это время спят, им без разницы, видимо. По словам жильцов 27-го дома, никакого общего собрания по вопросу капремонта заранее никто не собирал. И начало работ стало для них не очень приятным сюрпризом. Однако, по словам специалиста, жители должны были сами контролировать эти вопросы и своевременно обсудить их на общем собрании. Вся информация по каждому многоквартирнику есть на сайте Югорского фонда капитального ремонта. Также можно обратиться на горячую линию.